В Орле суд объяснил, когда находка чужого мобильника является кражей Судебная коллегия по уголовным делам Орловского облсуда подтвердила законность обвинительного приговора, вынесенного в отношении местного жителя Молодой человек нашел планшетный компьютер, после чего его обвинили в краже Подсудимый попал в ситуацию, в которой может оказаться любой В зале ожидания железнодорожного вокзала в одном из кресел он нашел забытый кем-то планшет Аппарат находился в рабочем состоянии, в нем имелась сим-карта Число квартирных краж в Москве снизилось за год на 25% Мужчина огляделся по сторонам и забрал гаджет себе Позже он отдал его знакомому, а к тому вскоре нагрянули сотрудники полиции Владелец обратился в правоохранительные органы Определить местоположение планшета не составило труда Так полиция вышла на человека, нашедшего гаджет На него завели уголовное дело, что не столько удивило, сколько возмутило его Казалось бы, ну нашел чужую вещь, разве это кража? Суд разъяснил, что квалификация действий зависит от конкретных обстоятельств Мужчина просто прикарманил чужую вещь, и его поступок считается тайным хищением Если забытая вещь находится в известном собственнику месте и тот имеет возможность за ней вернуться То лицо, присвоившее оставленную вещь при наличии ряда внешних условий, совершает банальную кражу Такой комментарий дали в пресс-службе Орловского облсуда Логика такова, планшет лежал на кресле, находился в рабочем состоянии, с сим-картой Нашедший его человек должен был предположить, что владелец забыл, а не выбросил гаджет По закону он был обязан предпринять действия по поиску хозяина Или сдать находку в полицию Если бы в течение полугода владелец не объявился, нашедший приобрел бы право на планшет Бурятский фермер отправится в колонию за кражу табуна лошадей В данном же случае мужчина ничего не предпринял, а просто прикарманил чужую вещь При таких обстоятельствах его поступок считается тайным хищением чужого имущества Мужчину наказали уголовным штрафом в размере 25 тысяч рублей, и теперь у него есть судимость Кстати, в Гражданском кодексе РФ имеется статья 227 Находка Согласно ей нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу Комментарий Алина Тихомирова, юрист Орловской общественно-региональной приемной Минус Сторожевые собаки не спасли коттедж от ограбления Нужно четко разграничивать умышленное совершение противоправных действий и просто стечение обстоятельств Кроме того, многое зависит от формулировки заявления потерпевшего состав преступления либо есть, либо его нет Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи или места его пребывания неизвестны, нашедший обязан заявить о находке в полицию или орган местного самоуправления и сдать ее на хранение Он также может хранить ее у себя, но не имеет права пользоваться ею и распоряжаться Согласно Гражданскому кодексу нашедший вправе требовать от владельца вознаграждения за находку в размере до 20% стоимости вещи Если найденная вещь представляет ценность только для владельца, то размер вознаграждения определяется по соглашению с ним Происшествие правосудия следствия филиалы РГЦ ЦРЦФО Орловская область Орел